всем привет как ваши дела как ваше настроение не удивляйтесь что сегодня вы видите не меня а карты ближайшие два месяца я буду ну приблизительно полтора-два месяца я буду выходить вот к вам в таком формате пока нет возможности и на то у меня есть кое-какие причины что я не могу перед вами предстать предстать так как вы привыкли но надеюсь вам зайдут и такого формата расклады что-то хотела сказать а как анонс значит следующий расклад у нас в потоке я уже записала вот и там я как раз ки вы меня видите наверное в последний раз ближайшие два на ближайшие два месяца не знаю что происходит именно в потоковых раскладах у меня возникает проблема со звуком поэтому сразу хочу предупредить что следующий расклад он будет потоки и у него будет проблема со звуком попробуйте одеть наушники если вас раздражает ну просто не смотрите итак давайте приступим сегодня у нас расклад а почему вас учится гаданный человек раскладывать на одну позицию хочется просто немножечко поглубже сделать и я так понимаю что коль я буду делать раскладывать формате рук наверное больше будут раскладов на одну позицию и более глубокий если кому-то это не нравится ну тогда наверное такой период сейчас наступил когда вот будем погружаться будем погружаться на можете не смотреть ну хотя бы и так взрослые люди сами все знаете итак смотрим чего же вас научил загаданный человек загадывайте своего человека и давайте будем смотреть первый вопрос что вас связывает с данным человеком интересно интересно у нас сразу выпадает аркан эгоизма чрезмерные самоуверенности да когда человек берет больше на себя здесь скорее всего будет борьба характеров да кто кто сможет кого победить ну-ка и давайте я еще раз уточню что вас связывает с этим человеком аркан влюбленных здесь какие-то сложные отношения да потому что во первых сразу выпадают великие арканы во-вторых влюбленных о чем он нам здесь говорит в этом тандеме да еще что здесь какие-то такие интересные но здесь во первых взаимодействие оно не новое да мы уже некоторое время знакомы с человеком здесь такое ощущение как будто бы нету четкого определения выбора для чего мне нужен этот человек и какого взаимодействия я хочу с ним то есть здесь может быть какой-то период когда вы сами себе говорите что да я хочу потом что-то наступает может быть какие-то трудности сложности и и вы как будто бы не знаю не то чтобы отказываетесь но берете берете какую-то паузу либо ваш партнер то есть здесь похоже на какие-то зеркальные зеркальное какое-то поведение у меня идет ощущение что я вроде бы и хочу взаимодействовать с этим человеком неважно в каком формате но но наступает такие периоды когда что-то вам не нравится в этом человеке вы как будто бы его полностью принять не можете и это связано тем что внутри себя вы еще четко не определились нужен вам этот человек или нет то есть есть какие-то моменты которые вас в этом человеке не устраивают не удовлетворяют и это не только связано с его характером или с ее характером а это скорее всего по аркану влюбленных здесь такое знаете ощущение что бывают моменты когда вы хотите своей собственной свободы когда вы вообще не хотите ни с кем взаимодействовать и здесь получается так что очень важно чтобы этот человек понимал и принимал вот эти вот ваши моменты когда вы хотите побыть как-то сами собой но здесь не то что вы закрываетесь а здесь вот это вот ощущение свободы что вот как будто бы знаете знаете вы поступаете так как будто бы этого человека вашей жизни нет вот как бы вы себя вели вот это примерно про это то есть если это например касается личных отношений здесь не идет речь о том что вы хотели бы изменить другому человеку и вступить в какой-то контакт с другим нет здесь не про это здесь про то что не знаю как будто бы вы хотите может быть не писать человеку может быть как-то отстраняться от этого человека и причин еще расскажу не столько в самом человеке сколько вот внутри вас здесь нету четкого вот этого выбора нужен мне этот человек в жизни или нет готов ли я либо готова ли я с ним взаимодействовать или нет здесь как будто бы знаете вот нахлынивает как-то волнообразно нахлынуло и вроде бы хочу а потом как-то прошел период и и как-то вот вроде бы и и самому одному тоже хорошо и причем здесь человек такой под стать вам еще может быть знаете момент того что вы как-то вот во взаимодействии с этим человеком берете на себя чуточку больше как-то чуточку больше это в плане активности то есть проявляете какую-то активность потом как будто вы понимаете а зачем мне это нужно то есть а если я не буду активничать что тогда тогда вроде бы происходит какое-то замирание потом через какое-то время этот человек начинает активничать и вы уходите здесь как будто бы нету вот этого вот согласия да вы как-то вот притягиваетесь и потом опять отталкиваетесь притягиваетесь и отталкиваетесь есть очень интересные взаимоотношения будут с этим человеком но все же что вас связывает что вас связывает королева мечей и четверка жестов ну смотрите здесь 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 разного ровно могут быть взаимодействия то есть это могут быть и личные отношения да но если мы говорим про любовь то здесь вот какие-то они достаточно сложные здесь нету вот это вот этого романтизма что ли влюбленности как какое-то традиционного выстраивания взаимоотношения когда знаете вот сливаетесь человеком да присутствует какая-то влюбленность либо какое-то уважение здесь то ли знаете наступает моменты это могут быть даже и профессиональные до отношения это это могут быть любого рода отношения потому что королевое мечей она нам говорит про такую достаточно холодную энергию более официальную и с другой стороны у нас выпадает четверка жестов которая говорит о празднике говорит о веселье об отдыхе то есть здесь может быть что вы как-то взаимодействуете с человеком и ощущаете себя комфортно стабильно вам хорошо приятно а потом вдруг неожиданно у нас появляется королева мечей и она как-то вот начинает держать дистанцию что ли отдаляться здесь нету конкретного формата касательно какой сферы это может быть но все равно не знаю может быть одной картой нет здесь таймер здесь нам не показывают здесь будут разного формата отношения что если говорить что вас связывает развитие развитие то есть благодаря этому человеку вы развиваетесь нам не важно что сделает другой человек но важно что вы по крайней мере через этого человека развивайтесь вы как-то лучше себя об него понимаете понимаете свои потребности как-то знаете вот очерчиваете свои границы происходит большее как-то узнавание себя это знаете как маленький ребенок который подходит не понимает не осознает свое тело вот и он подходит к зеркалу он видит отражение начинает себя ощупывать и он понимает что вот это вот ну нажимая там на лицо на но что вот это нос вот это вот уши то есть я их трогаю я вижу да как это выглядит как внешне так и изнутри вот у вас примерно то же самое да то есть как будто бы от оба другого человека вы лучше узнаете себя поэтому что вас связывает развитие давайте так скажу хорошо что у вас общего с этим человеком хотя здесь уже изначально сказала что здесь ваши эгоизмы что общего стабильность вы оба любите стабильность вы оба любите комфорт удобство привязываетесь вам нравится как-то знаете недостаток как это объяснить то здесь дело в том что вы не любите совершать лишних каких-то движений да тело движения что вы что он но это не означает что вы пассивные да то есть вы можете быть активными но вот при этом как-то знаете лишний раз не суетиться это вот какое-то внутреннее состояние ваше вы может быть оба экономной то есть не любите транжире деньги хотя с другой стороны что-то потом на вас накатывает и вы можете пойти потратить большую сумму денег на первое что вам приглянется да то есть как-то вот здесь идет то что накапливаете накапливаете деньги а потом ну либо как-то здесь не про жадность здесь данном контексте четверка пендакли нам говорит об разумном таком знаете стабильном расходе то есть человек который оплачивает то что необходимо и здесь не то что вам как-то это жадничаете деньги а здесь и причем не только деньги да здесь и энергия вообще идет а здесь как будто бы вам становится ну вот как лень да вот мне лень пойти что-то купить не потому что я не могу себе это позволить а потому что когда я начинаю думать а нужно ли оно мне действительно либо это придуманное я прихожу к выводу что а мне в принципе и так хорошо вот здесь какой-то общий мотив и ваш и этого человека загаданного что мне мне хорошо и так и вот это вот какая-то такая энергосберегательная энергия это еще раз скажу не потому что вы лентяи либо вы как-то себя ограничиваете а потому что вы так привыкли и вам вот у каждого из вас есть свой комфорт у каждого из вас есть свое какое-то удобство и вы не готовы менять например мы говорили здесь затронули про свободу если вы любите свободу то этот человек тоже любит свободу и если вы входите вступаете в какое-то взаимоотношение с друг с другом вы будете охранять вот эту вот свою свободу выстраивая таким образом границы и дистанции не позволяя друг другу пересекать какие-то границы то есть на первом месте будет свобода здесь какая-то такая выстроенная стабильная система ценностей которую вы не готовы менять не ради кого да ну то есть мы говорим же да ради кого-то а здесь не для кого то есть вот я у меня такая я меняться не хочу и вот в этом да то что вот вы не меняетесь вы похожи с этим человеком что у вас еще общего есть состояние вашей души вы оба мягкие здесь я сразу могу сказать вашу энергетику внешне вы будете казаться и вы этот человек достаточно серьезными достаточно такими знаете неприступными холодными не совсем улыбающимся людьми вот но при этом это внешняя какая-то ширма да такая вот некого безразличия человек который высказывает своей мимикой внешним видом что я не готов вступать в какое-то взаимодействие с другими людьми ну то есть мне и так хорошо мне никто не нужен какое-то безразличие присутствует на вашем лице но при этом ваш внутренний мир у обоих он настолько богат вы настолько переполнены вот этими чувствами вы настолько душки хочется сказать настолько душевные настолько приятные что у вас что у него вот эта вот энергия обволакивающая энергия хочется сказать любви мягкости понимания уважения чувствительности вот это вот состояние души полета такой легкого флирта она присутствует вы очень-очень могу сказать похоже с этим человеком при внешней стабильности да то есть при внешней какой-то как она называется это боже мой не пропасть а крепость при внешней такой крепости да внутри творятся какие-то праздники фейерверки и настолько все тепло и настолько все приятно просто здесь человек который оброс многими-многими слоями для того чтобы не дай бог кто-то смог прикоснуться к этому не хочу сказать израненному какому-то состоянию души да то есть вот то есть надо пройти очень много всевозможных фильтров всевозможных проверок для того чтобы докопаться до вашей души она настолько охраняема что вот внешней такой оболочкой системы которую вы оба выстроили что к вам просто просто так подъехать невозможно но при этом вот вы очень очень чувствительные очень такой такие мягкие люди хорошо я могу сразу сказать что не важно в каких отношениях вы здесь находите с этим человеком да здесь однозначно это из той категории что мы называем кармой но в принципе да здесь отношения учительства вы друг другу обучаете потому что внешне вы может быть не похожи вообще никак друг на друга но вы очень похожи по своим каким-то ценностям мировоззрением по состоянию души и вы друг друга очень зеркалите по какой причине человек вошел в вашу жизнь смотрим король кубков по какой причине по причине любви по причине эмоций для того чтобы проработать свои какие-то травмы свои какие-то травмы чтобы вы научились быть более раскрепощенным для того чтобы вы научились выражать свои эмоции не сдерживать не избирать знаете вот такое чувство что есть какой-то некий фонтан внутри вас который был высохшим либо его истоки были как-то заложены камнями и пришел этот человек и вас прорвало и вот эти камни либо плиты которые сдерживали этот фонтан они уже были не в состоянии удержать свою мощь вот эту вот водную ну то есть здесь реально человека накрывает эмоционально даже если вы не взаимодействуете с этим человеком ощущение того что вас начинает не знаю вы как-то изменились однозначно у кого-то здесь может быть раскрылись и способности благодаря этому человеку ну вот здесь вы через короля кубков как будто вы становитесь мастером именно своих эмоциональных переживаний то есть вы уже понимаете с чем связаны ваши состояния в чем их причина здесь человек дошел до такого уровня либо это его задача прийти к такому высокому пилотажу когда он позволяет свободно да эмоциональной энергии двигаться через него то есть знаете вот этот вот фонтан да чтоб он фонтанировал вашими эмоциями вашими состояниями и вы не переживали а как вы будете выглядеть а как вас воспримут люди то есть если вы захотели там улыбаться радоваться восхищаться я не знаю наслаждаться чтобы это могли сделать в любом месте и при этом не заморачиваться по поводу как раз таки вот этой вот королевой мечей что это по правилам приличия да что возможно это неприлично и возможно так себя не ведут нет здесь вы абсолютно стали другим человеком открытым это в первую очередь и во второе открыли какие-то в себе способности так здесь такой интересный вопрос вопрос что вы делаете не так ну давайте как-то мы его по-другому озвучим я забыла сказать в самом начале что эти вопросы и расклад взят из дневника раскладов Шучалиной и Рочевой это обязательно надо говорить потому что не я являюсь автором этого расклада значит предыдущий вопрос у нас был по какой причине человек вошел в эту жизнь а скорее всего что вы делаете не так до этого момента да почему у вас нужно было раскрыть вот этот вот эмоциональный фон что вы делали не так семерка жезлов нам и говорит о том что вы как раз таки с одной стороны закрывались от эмоций да вот не случайно в метафоре с камнями заложенного на фонтане закрытом я вам рассказала а еще есть момент того что вы как будто бы не умели отстаивать свое какое-то мнение свой выбор свою точку зрения то есть допустим что-то проживали что-то чувствовали вам как будто бы было стыдно за это да то есть ну почему я такой эмоциональный да либо вот почему вот мне хочется сейчас плакать а это неприлично либо вот что-то такое то есть чтобы вы научились хочется быть знаете сказать таким уверенным человеком да вот иногда бывают люди очень уверенные они идут по улице и от них веет вот этой вот силой мощью вот здесь вот это вот сила ваша она как раз таки в эмоциональность а вы ее как-то подавляли и вот его задача была открыть вас потому что вот вы были как-то закрыты закрыты и не умели отстаивать себя свое какое-то мнение да он явился для вас учителем но это видно было с самого расклада я уже сказала с самого начала он должен был вас научить тому насколько ваши эмоции это действительно ваш ресурс и это действительно очень ценно не просто потому что что это есть вас а именно в этом какой-то вот не знаю как дарт что ли какой-то потенциал очень большая часть вас давайте так скажу которая была заблокирована и задача этого человека была распаковать вас это следующий вопрос что вы должны усвоить или переосознать внутри себя так аркан смерти ваше сознание должно измениться что именно должно измениться во первых прошлое надо какое-то отпустить да здесь возможно вот эти вот травмы о которых речь уже шла да были какие-то детские травмы у меня ощущение того что вам не разрешали как-то себя в детстве проявлять да вот вы были скорее всего таким огненным ребенком либо вы очень много говорили очень много вопросов вам все время говорили что-то так много задаешь что-то суешь нос куда не надо что-то все время спрашиваешь а вы очень любознательным ребенком были и здесь такое чувство что вас как-то знаете ломали что ли как-то осаждали все время и говорили вот так не надо все время заводили вас в какие-то рамки а вы еще раз скажу вы человек очень свободолюбивый вы не можете рамки вы не любите рамки неважно какие-то рамки приличия и неприличия любые рамки любая система для вас она она сложная но внимание вы сами создаете свою собственную систему помним да здесь вот по четверке педаклей вам система она необходима но именно та которую вы хотите создать здесь очень ярко выражена у нас самоуверенность карта эгоизма выпала в самом начале очень ярко выражен такой знаете уверенный характер только который человек которого долгое время подавляли ему не не разрешали себя показать себя проявить потому что вы были очень ярким не в плане внешности а в плане своей натуры своей природы у вас было свое собственное мнение которое непоколебимо возможно где-то вы слишком не то чтобы претензионные а вы как-то как это называется человек у которых у которого есть свое мнение и он ни на что его не променяет вот вот самоуверенность она выходила не только в плане эгоизма а с хорошей точки зрения да что вот допустим есть какая-то компания и вам говорят давай вот мы пойдем в какое-то место а вы понимаете что там ну не очень хорошее место вот и могут быть какие-то конфликты неприятности и вы легко могли сказать нет я буду отказываться и вот вам например ваша компания говорит ну как ты разрушаешь нашу компанию это хорошо время проводили а вам легко было и просто сказать что нет ну слушай у меня есть своя жизнь и я не собираюсь вляпываться туда куда не нужно да то есть если мне это не нужно то есть у вас было вот это вот свой какой-то внутренний стержень да который сложно было сломать но вот здесь вас как-то морально подавливали в детстве что вы должны были вопрос у нас был да что вы должны были усвоить отпустить отпустить свое прошлое здесь когда я говорила вот про это подавление как будто бы вы должны осознать что на вас никто уже не давит что вы уже действительно свободные вольные делать и поступать так как вы хотите а здесь как будто бы знаете вот память осталось какого-то ошейника что ли память каких-то цепей и вот их вроде нет но вот этот вот звук воспоминания об этом да какие-то может быть были вы фантомные ощущения как какая-то вот удавка на ваши шеи она оставалась и вот вроде бы этого нету да это вот только это фантомные ощущения но вы себе не позволяли чувствовать себя свободно раскрепощенным еще раз скажу то есть выпустить вот этого хочется сказать своего дракона с хорошей точки зрения вот это вот свободный полет по небесам здесь такого не было поэтому вы должны были осознать что пришла вот эта вот смерть для того чтобы вы как-то вот возродились переродились отпустили это прошлое что конкретно вам нужно было отпустить королеву пендакли знаете вот это вот желание как-то вот всем сопереживать желание со всеми ухаживать заботиться как-то вот каждому помочь подстраиваться что ли под другого человека чтобы другим было удобно с другой стороны здесь нужно было отпустить вот это как будто бы желание здесь очень неинтересно я не могу сказать что вы по своей натуре меркантильные люди но деньги для вас они играют большую роль опять-таки не потому что вы за них за них трясетесь еще раз скажу вы можете потратить огромную сумму спустить вот на раз-два-три которые можете копить там шесть месяцев не знаю но здесь есть какой-то вот материализм иногда на вас накатывает когда вы начинаете из-за этого выбирать не свой путь то есть вот как-то глядя на других что вот люди ставят какие-то цели куда-то стремятся зарабатывают там не знаю на что-то копят покупают дома планируют свой отпуск вот глядя на них вы тоже иногда как-то вот под их влиянием становитесь таким человеком и здесь говорят что нет это вообще не ваше вам не надо вам не надо вообще заботиться ни о ком вам нужно заботиться о себе вам нужно думать о себе в данном случае о своих собственных желаниях о том как вам было бы хорошо о том здесь очень много других людей здесь очень много внешнего мира внутри вас то есть есть такое ощущение что вас как таковых до этого человека не было вы себя не не знали при том что у меня ощущаются люди где-то процентов на 60 интроверты то есть вы да вы общительные вы можете общаться да вы можете разговаривать можете бывать в публичных каких-то местах но при этом вот вам больше комфортнее и уютнее наедине с собой но вот при всем этом вы мало как будто бы себе о себе знали вы мало о себе заботились вы мало о себе думали то есть здесь какие-то травмы связанные с запретами были и вот нужно было в вашем сознании это все чтобы переродилось что вам нужно было осознать что вы человек вообще знаете меня не дает покоя в этом раскладе именно вопрос стабильности то есть при всем при том что у вас может быть очень подвижные и гибкие и скоростной ум это восьмерка жезлов вы как-то не очень то ли любите перемены но при этом вы легки на подъем я не знаю как это совмещается внутри вас у тебя такое чувство что вы можете совмещать в себе вы относите к категории людей которые совмещают в себе как будто две крайности и это не говорит о том что это фаза фаза то есть сначала активная а потом пассивная нет вы можете быть своей какой-то пассивности то есть лежать и при этом в голове вы можете там продумывать всевозможные планы там все выстраивать там компании как вы будете зарабатывать там я не знаю как будете выстраивать семейный бизнес либо взаимоотношения с человеком в своей голове а потом вам стоит только один раз встать как говорится с места и вы за раз делаете все то что вы очень долгое долгое время прокручивали в своей голове то есть при визуальном таком каком-то бездействии ваш ум настолько подвижен и настолько активный что вот вы как будто бы в своей голове доводите все до конечной точки закрываете гельштадт а потом уже вот эту конечную точку вы начинаете ее реализовывать я не знаю как вам это объяснить то есть есть люди которые очень много действует да и на своих ошибках они понимают что правильно или нет вы эти ошибки совершаете в голове и вы делаете выводы и в конечном итоге когда вы приходите к тому как вам нужно поступать вы просто берете делаете и это становится как будто бы успешным что вам нужно переосознать здесь нужно было просто переосознать то что вы развиваетесь да что все меняется что все движется еще раз скажу при вашем скоростном уме вы не совсем гибки что ли в материи как то так и это не знаю здесь такое ощущение знаете как как эфир на который вот какой-то он такой легкий и скоростной но при этом когда он обретает какую-то форму в материальном мире он почему-то выбирает какой-то вот бетон какую-то стабильность и вот кажется как может эфир сочетаться с бетоном вот это вы и вам нужно было переосознать то что вы вправе совершать ошибки вы вправе постоянно меняться и менять свое какое-то мнение потому что здесь у вас есть какая-то такая знаете линия жизненная когда вы считаете что вот если я вот так вот выбрал значит вот этому пути нужно придерживаться а вам как будто бы вся жизнь говорит о том что вот она какая-то непредсказуемая да что вот ваша жизнь она при внешнем каком-то программировании и предсказуемости да по факту выходит что непредсказуемая еще раз скажу вот вы можете например там я не знаю быть закрытой в четырех стенах и в вашей жизни ничего не происходит но вдруг неожиданно вы выходите на улицу элементарно мусор выбросить за хлебом усадить и вы знакомитесь с человеком который может перевернуть всю вашу жизнь можете найти работу своей мечты может быть найти человека который повлияет на ваш характер может вам сделать какое-то предложение в профессиональной сфере что вырастет ваш какой-то заработок то есть вроде бы кажется вот все идет стабильно да течет в своем русле и потом вдруг неожиданно вот у вас очень много таких виражей причем этот период он может быть большой да там может быть три года пять лет семь лет может ничего не происходить а потом за один день такой вираж резкий когда все разворачивается на сто восемь градусов и ваша жизнь меняется полностью кардинально и вы за несколько дней можете прожить то что другие люди могут жить несколькими воплощениями вот как-то что-то здесь такое и здесь речь идет о том что вам нужно осознать да что вы вправе меняться что все меняется здесь у вас нету в голове у вас есть это осознание потому что присутствует вот это вот подвижность скорость гибкость а в физическом плане как будто бы у вас нету это может быть в теле у вас нету ощущения что ваше тело меняется не знаю вы как-то наверное себя воспринимаете свое тело что оно вот как было когда-то да там я не знаю в 30 лет в 20 лет это ваше восприятие а тело оно уже изменилось здесь такое ощущение что вот как какой-то реальности вы не видите причем в упор не видите не потому что вы не хотите а вы не замечаете каких-то перемен хорошо смотрим дальше что другой человек усваивает через вас вы ему меняете полностью весь мир вы уникальный человек не потому что я хочу сейчас вас похвалить а потому что я говорю вы как-то вот соединяете не то чтобы противоположные вещи то есть если бы вы соединяли в себе противоположные вещи это как-то было бы понятно потому что мы живем в мире дуальности вы соединяете те вещи которые по факту они как-то не не контактируется ну нету коннекта у вас это все очень гармонично сочетается и человек через вас усваивает аркан мира вот смотрите что вы должны были переосознать что все движется что все меняется и вот человек через вас как раз таки он вас раскрывает эмоциональность а вы его обучаете переменам движению вперед ох я извиняюсь что ж такое sorry sorry прошу прощения сейчас я камеру поставлю стулом задела а вы изменяете в этом человеке возможность двигаться вперед расширять какие-то горизонты помните у него стабильность и у вас стабильность у него глубокий внутренний мир и у вас глубокий внутренний мир и вот вы как будто бы через себя показываете этому человеку сколько возможностей да присутствует в этом мире что еще он не знает сколько всего он упускает что он упускает когда он не движется вперед вы ему за здесь происходит как будто бы взрыв мозга да почему потому что после аркана мира у нас идет шут когда из яйца рождается уже что-то новое то есть благодаря вам этот человек как будто бы созревает что ли и он станет потом тоже абсолютно другим то есть вы здесь так интересно этот человек раскрывает вас вас самих но напрямую он ничего не делает вы как будто бы с ним взаимодействовать и что-то внутри вас начинает меняться вы начинаете это обдумывать работать над этим да как-то познавать себя вследствие этого вы меняете становитесь другим человеком когда вы становитесь другим человеком вы становитесь примером для загаданного вами человека он смотрит на вас и он тоже начинает меняться хотя первично он внутри он как-то запускает внутренние ваши процессы а вы запускаете в нем внешние какие-то процессы здесь очень-очень интересно что он еще усваивает через вас давайте посмотрим здесь я все время забываю как называется это благодетель которая здесь изображена в этой колоде но это альтернатива аркана умеренности то есть вы запускаете в этом человеке какую-то сбалансированную натуру да как как можно соединить белое и черное вот я же говорю как как-то человек который умеет связывать разные вещи между собой и вот его взрыв мозга он связан как раз таки с тем что глядя на вас да что вот у вас получается связывать несвязуемое и он так хочет и он понимает для себя что не обязательно выбирать либо белый путь да либо там не знаю темный путь что можно это как-то соединять что может быть есть еще что-то другое возможно он через вас учится реализовывать какие-то свои мечты возможно как-то одухотворять свою собственную материю то есть не быть он здесь очень приземленный у вас он пиндакливый человек практичный человек который любит что-то такое осязаемое понятное ощутимое то есть пока я не вижу я не поверю а вы наоборот вы тот человек вы верите в то что вы не видите то есть сначала вы верите а потом вы увидите а ваш партнер наоборот он тоже сначала увидеть а потом в это поверить и вот глядя на вас он как будто бы не знаю вы для него заразный с хорошей точки зрения каким-то таким микробом причем знаете микробом любознательности и в нем это было и он это как будто бы скрывал очень хорошо от других от других людей что он так же любознательный что ему тоже все интересно но вот ощущение того что как будто бы не дозволено что ли показывать это качество что что-то я не знаю что в чем-то я не разбираюсь вот у него почему-то есть такое понимание что я должен все знать я должен во всем разбираться но при этом вот как будто бы этого человека не было не то чтобы глубины он мудрый у него присутствует мудрость она природная какая-то мудрость у него нет структуры и вы ему эту структуру даете только вы даете через собственный опыт вот вы экспериментатор да вы что-то сделали проверили поняли на себе а ему вы даете готовое и вот он потом думает он не не экспериментирует как вы а он берет готовое и просто внедряет и у него получается потому что вот мне идет все таки что он больше земной такой человек более пассивный вы же еще расскажу более воздушный более структурного как по королеве мечей хорошо давайте посмотрим тогда последний вопрос что вы получите приняв предложенный урок какой урок это вот я уже сказал вот по этим трем арканам оставить прошлое позволить себе меняться и больше любить себя и обращать внимание на себя и свои какие-то потребности что вы получите если вы научитесь ценить себя по королеве пендаклии ну вот карта изобилия изобилия а что это значит о ком изобилии здесь речь идет изобилия знаете на какой-то опыт я говорю вот он внутри вас как-то раскрывает эмоции либо способности вы через них начинаете фонтанировать получаете какой-то результат то есть вы проживаете эти эмоции вы получаете реакцию от внешнего мира других людей на свою вот эту вот эмоциональность это придает вам новый опыт вот здесь вот изобилия говорит о том что вы будете изобильны на какой-то новый опыт на новое путешествие здесь пожезлов нам всегда говорит про любознательность про какой-то вот огненность жизнелюбие что ли когда я двигаюсь по жизни и то с чем я сталкиваюсь мне это нравится вы становитесь как-то более позитивными начинаете хранить в себе вот эту божественную искру жизни что еще вы получаете ну вот вы и получаете туз кубков вы вот раскрывает вас куклость и вы это получаете вы становитесь тем фонтаном о котором я и говорил бесконечным источником энергии да то есть вы наконец-таки осознаете что эта энергия она проходит через вас вы ее берете сверху и вы даете в виде эмоций в виде проживания но здесь вот состояние вы дарите дарите эту эмоциональность вы не дарите знания вы не дарите здесь какой-то опыт вы дарите эмоции это важно это важно в первую очередь для вас вы излучаете любовь понимаете вы начинаете излучать свет и какие-то состояния здесь абсолютно чистые разные здесь ощущение того что вы включаетесь на сто процентов в жизнь вот это вот ваше изобилие она краски говорит о том что вы научаетесь проживать вот в моменте абсолютно все состояния и осознавать их что значит осознавать это не на автомате что вот я сижу например на стуле для меня это само собой разумеющаяся а вы как будто бы в этом находите что-то свое что-то новое открываете каждый раз то есть возможно вы ощущаете соприкосновения со стулом на котором вы сидите вашу массу тела ощущаете возможно ощущаете теплоту материал из которого сделан ваш стул на котором вы сидите еще кучу всего то есть то что мы бы пропустили если бы воспринимали все само собой разумеющиеся здесь человек если говорить ну подытожить сказать учит вас жить жить не в плане того как взаимодействовать с другими людьми а в плане познавания этого мира то есть видеть такое ощущение видеть то что не проявлено не то чтобы она не проявлена она есть это реальность она существует но каждый видит свою реальность по-своему а вот этот человек он вам показывает как будто бы это вот реальность может быть позитивную может быть то что вы можете выстроить здесь какие-то знания они связаны с тем что не видно большинству людей я не говорю о том что вы изучаете что-то сакрально а я говорю о том что вы проживаете здесь как будто вот ваши рецепторы и органы восприятия они научаются работать на все сто процентов и вы это осознаете как-то вот чувство по полной да что здесь человек учит вас и любить и понимать себя и осознавать этот мир причем здесь будет очень много притирок здесь будет очень много контакта и с другими людьми коммуникации вам будет очень многое не нравится будут какие-то я не знаю какая-то конкуренция претензии могут быть ссоры но вот это вот вызывает вас я не знаю полную гамму эмоций и переживания по каким-то причинам вашей душе необходим был этот туз кубков то есть раскрыть этот эмоциональный потенциал еще раз скажу помимо потенциала здесь еще какие-то способности у вас открылись у каждого они здесь будут свои я не буду сейчас их смотреть но вы можете написать мне в комментариях то есть что вы в себе обнаружили благодаря этому человеку то есть не напрямую может быть но как-то косвенно то есть что-то произошло вы стали что-то замечать и вот то что вы стали замечать это стало для вас как-то открытием каких-то какого-то своего дара какого-то каких-то своих способностей вот такой расклад у меня был для вас сегодня пишите свои комментарии еще раз скажу что примерно на два месяца да я пропаду визуально да то есть расклады я буду продолжать делать на обоих раскладах на обоих каналах кто еще не подписан на второй канал в описании к любому моему ролику вы можете увидеть ссылку подписываться вот и я буду продолжать делать конечно же расклады просто примерно где-то до до рождества нашего европейского наверное не визуально вы не будете меня видеть но будете видеть руки и карты и получать продолжать от меня информацию а я с вами прощаюсь всем пока пока пока